Работа начинается с образа, то, ради чего, в общем-то, все пишут, как бы передать, это самое тяжелое, самое мучительное. Ну, потому что мы сами мало соответствуем тому, что пишут. Поэтому и возникают проблемы в работе. Находим образ в книгах, ну, который по душе, и с него пишем. То есть, как бы, мы, может, еще до уровня не достигли, когда это пишется уже так, свободно. Со временем, может, лет через 20-30, тогда. А сейчас еще как-то такой период, скорее, ученический, хотя уже 10 лет прошло. Мы когда институт закончили, я начал иконой заниматься, у меня было ощущение, что я вообще ничего не мог. Ну, я рисовал как ребенок, хотя там уже был институт, там училище художественное. В общем, лет 10 профессиональной учебы, это было такое поразительное бессилие, что я даже не думал, ну, может, это вообще не для меня занятие. Ничего, как-то потом потихоньку дело пошло. Ну, вначале, конечно, было такое изумительное состояние, как будто ничего не умеешь. А первые иконы, которые были написаны, они такие, ну, как ребенок рисовал. Настолько беспомощность, такое качество проявляется. Ну, практически у всех. Тут, наверное, даже лучше не иметь образования художественного. Может быть. Здесь вопрос, ну, скорее, духовного уровня или практики духовной. Не знаю, Серфим Саровский на три пенька молился. Она для него троицей была, символически обозначала троицей. Понимаете? То есть, для людей такого духовного уровня, для них, может, как бы, качество иконы не всегда имеет значения. Но, как бы, людям немощным, вроде менее, желательно, конечно, иметь хороший образ перед глазами. Когда он помогает молиться. То есть, как бы, ну, он сам рождает молитву, хороший образ. А плохой мешает, тогда приходится молиться с закрытыми глазами, чтобы не смущаться. Потому что некоторые иконы, конечно, имеют такой печальный вид. Ну, в смысле, образ. То есть, образ, как бы, не выявлен в них. То есть, как бы, все нарисовано, да, а образа нет. Нет, как бы, ничего не отзывается. Ну, так, умом только можно понять, что да, там, это Христос или Бога Матерь изображена. Ну, душа как-то молчит. Как бы, человек, когда он определенный уровень духовного достигает, как бы, это личностное в нем, как бы, оно отмирает. Ну, вот, Архимандрита Зинона, как он говорит. Иконописец должен быть, как иконное стекло. Чем он чище, тем лучше, как опускает солнечный свет. Ну, тут, как бы, наша задача стать как можно прозрачным. Вот и все. Потому что все личное, что в икону проникает, оно, как бы, для глаза наметанного, оно всегда заметно. То есть, фактически, икона, это, получается, как бы, зеркало твоей души. И смотреться в нее очень грустно. Ну, в принципе, как и всякое искусство. Как бы, душа человека в небо проявляется. Зачастую, как бы, не лучшие качества. Лучшие, хорошие тоже, конечно, проявляются, но и плохие заметно. Поэтому иконы писать, это, например, публично исповедоваться в собственном бессилии. Ну, такое тяжелое, как бы, психологическое состояние бывает. Когда, ну, иконы напишешь, а видишь, что там ты со всеми своими прелестями, это очень грустно, тяжело психологически. Поэтому от прелестей надо избавляться. Для того и церковь существует. Для того и Христос пришел. Вот. Потому что сами мы бессильны это сделать. Потому что, если бы мы это могли сами делать, то и Спаситель тогда не был нужен. Но ради этого, как бы, и Бог вынужден был воплотиться, чтобы мы не погибали. Рим. Баб Иис.